Полвека назад, 6 августа 1961 года, на корабле «Восток-2» в космос отправился второй космонавт планеты, Герман Титов. Я «Заря-1», отвечайте мне, как чувствуете себя прием? «Заря-1», «Заря-1», я орел, чувствуешь себя великолепно! Летчик-истребитель с необычным именем, которое в честь ушкинского героя дал ему отец, сельский учитель Салтая. Корабль «Восток-2» пилотируется гражданином Советского Союза майором товарищем Титовым Германом Степановичем. И вот когда уже объявили по радио, дождь был, я прибегаю, и вдруг около нашего дома куча народу, односельчане собрались. То есть уже поздравляют, что Герман Степанович в космосе. Ну, естественно, это для нас шок был. Родители плакали. Титов провел на орбите 25 часов, совершив 17 витков вокруг Земли. Волёт у него был не из легких. Но он доказал, вот он именно доказал, что человек может жить и работать невесомостью. Поужинал, хорошо, хорошо поужинал. И под холодненькую закуску ремочку бы не мешал. А в общем-то все хорошо. Первый космонавт Юрий Гагарин восхищался увиденным из космоса. Однако показать красоту Земли не смог. На Востоке-1 не было фотоаппарата. Первым космическим кинооператором стал именно Герман Титов. К нему много раз можно применить слово «первый». Однако в историю пилотируемой космонавтики Герман Степанович Титов вошёл вторым. И вот, когда нам объявили, что Юрий будет командиром, а я дублёром, ну, то, что я, так сказать, был в восторге от такого назначения, я бы, наверное, неправду сказал. Конечно, я был огорчён, потому что всем тогда хотелось слетать в космос. Всю свою жизнь он переживал, что в летописи космонавтики навсегда останется в тени Гагарина. Но именно Герман Титов предложил Верховному Совету СССР учредить новую памятную дату – 12 апреля, День космонавтики. Товарищ первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Докладываю. Задание Центрального комитета и Советского правительства выполнено. В этом году Организация Объединённых Наций объявила 12 апреля международным днём полёта человека в космос. После ухода из отряда космонавтов Титов стал командиром группы лётчиков, которых готовили для секретного проекта «Спираль» – орбитального самолёта-космоплана. Титов был и у истоков военной навигационной системы «Ураган», ставшей основой гражданской ГЛОНАСС. Нам нужно твёрдо понимать, что мы хотим от космоса получить. Какую информацию, в каком объёме, в каком виде, с какой точностью. Герман Степанович был за трезвый такой подход. Уложенные деньги принесут больший эффект. И в первую очередь для обороноспособности. Герман Степанович был генерал-полковником, а не просто космонавтом. Когда в 1998 году Титову сказали, что американский астронавт Джон Гленн в возрасте 77 лет во второй раз отправляется на орбиту, Герман Степанович заявил, я установлю новый рекорд, ведь я моложе. Сделать этого генерал-полковник авиации Герман Титов уже не успел.